МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оформление студии программы «Новый день» Цветочная мастерская «Фрэш». Согласно последним исследованиям британских учёных, все люди, которые смотрят программу «Новый день» на телеканале «Актиз» умные, талантливые, красивые и с чувством юмора. Мы, ведущие, такие же. У нас, скажем, Лена умная, талантливая, красивая, а Ваня с чувством юмора. Спасибо, Женя. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня 15 декабря, вторник, середина декабря. Между прочим, вы смотрите программу «Новый день». Здравствуйте, ангарчане и жители Иркутской области. Сегодня мы работаем в прямом эфире, потому что сегодня 15 декабря, вторник, и прямой эфир проводят Елена Милевитова, Иван Камельков и Евгений Зимник. Да, если вы посмотрите на экран, который находится по боку от меня, у нас уже там заряжена игра «Нью-Дей Геймс». Это значит, что вы уже можете звонить нам, потому что буквально через несколько минут мы с вами сыграем и вручим классный подарок. А я напоминаю номер телефона, по которому вам нужно позвонить. 8-904-130-1030. Именно там мы ждём ваши звоночки. А ещё также сегодня Даниил Недзельский поведут о том, что же сулят нам звёздам на день сегодняшний в рубрике «Гороскоп», между прочим. А ещё сегодня покажем нашим телезрителям, участниц конкурса «Снежная королева». Недавно наш редактор Ян Попова, а ещё преподаватели и кураторы конкурса встретились с президентками названия «Снежная королева». Да, друзья, и, конечно же, мы по традиции завершим нашу программу рубрикой «Акцентология», выучим несколько интересных и, возможно, для кого-то новых слов. А, кстати, давайте уже, наверное, приступим к отмечанию праздника. Да, именно с утра мы его будем отмечать, потому что сегодня 15 декабря и Международный день чая. Здесь хочется сказать «по чаю, друзья». Я, на самом деле, с утра созвонился с Еленой Малышевой и в небольшую справку взял. Она тебя не отругала, что ты позвонил 5 часов разницы, как бы, да? Нет, она ради здоровья всегда готова проконцентировать. Итак, важная информация. Продолжительность употребления кофе определённым образом влияет на здоровье человека. И здесь по-разному на мужчин и на девушек. Итак, у женщин, выпивающих 3 и более чашек кофе в сутки может появиться, может уменьшиться размер молочных желёз. Поэтому имейте в виду, девчата, если что, с кофем лучше подзавязать. Мужики, теперь про вас. У мужчин употребление 3 чашек кофе в день предотвращает появление дисфункции в эректильной зоне. Вот так вот. То есть кофе негативно влияет на организм? Ну, 3 чашки кофе – это много. Много, да? Сколько ты, Ваня, выпиваешь кофе? Я 2 чашки кофе выпиваю. Ну, вот по тебе видно, что ты на грани. На грани, да. Вот-вот, сорвусь скоро. А вот чай, наоборот, благоприятно влияет на общее состояние человека, независимо от полового признака. При этом благотворного влияния намного больше, нежели чем от кофе. Во всём мире известны полезные свойства, конечно же, зелёного чая, которые заключаются в профилактике онкологических заболеваний. Этот напиток предотвращает образование раковых клеток, а также снижает риск развития глоукомы. Ну, какой полезный напиток. И, кстати, если верить статистике, то западное полушарие предпочитает всё-таки почаёвничать, а, извините, выпить кофе. А восточное, вот всё-таки вот они любят чай. Вот есть страны, где вот одинаковые отношения к моим напиткам и чаю, они любят и кофе. Это Австралия и Польша. В Узбекистане процент населения, который даёт предпочтение чая, очень велик. Это 99%. В Гватемале практически всё население пьёт кофе. Интересно, сколько кружек в день. Самое большое количество чая в мире, как бы вы думали, кто выпивает, конечно же, китайцы. А на втором месте мы, россияне. Если верить исследованиям, то за пристрастие кофе отвечают гены. Давайте попробуем сейчас узнать наш регион, как больше относится к чему, к чаю или кофе, исключительно по нашему срезу. Вот у нас что больше? Лен, ты за что голосуешь? Ты знаешь, с утра я люблю выпить кофе, причём из соседнего магазина, из кофемашины, это латте с чуть-чуть, с небольшим добавлением сахара. И вот почему-то, когда я пишу... Я долго сказал, с небольшим добавлением, я думал, ты сейчас не про сахар скажешь. А, не-не-не-не, с утра же, Женя. Ну ты что? И когда я пишу тексты, когда я пишу тексты, я вот тоже люблю поставить кружечку чая или кофе. Почему-то вот такая у меня есть традиция. Слушай, в общем, ты за кофе? Нет, одинаково. Кстати, вот я, знаешь, скажу Турция. Подожди, подожди, подожди. Страна есть такая, вот я в ней очень хочу побывать, именно в Стамбуле. Ну да, конечно. В Стамбуле. И там, получается, если ты заходишь в чайную, ты никогда не выпьешь там кофе. Тебе надо вот, чтобы, если ты хочешь выпить кофе, нужно идти в кофейню. То есть, если вы любите кофе, например, а ваш собеседник чай, вот вместе вам не посидеть в одном месте где-то. Какая столица у Стамбула? Столица у Стамбула? Стамбул, наверное. Ваня! Ваня, ты за что? За чай, за кофе? Я вообще как-то отношусь одинаково, нейтрально, но почему-то в последнее время стала привычка у меня больше выпивать кофе, нежели чай. Хотя кофе, ну, в кавычках, бодрит, повышает твой внутренний какую-то энергию, да, там, не знаю, адреналин начинает в тебе там что-то там развиваться. Я, в принципе, вот с Леной согласен. Я тоже выпиваю одну чашку кофе. Вот я, если, ну, мне прям надо утром проснуться, то утром. Если утром не выпил, то я могу днем себе позволить. Ну, вот я специально себя контролирую таким образом. Остальное время я пью чай, поэтому, наверное, все-таки я голосую за чай. Ну, вот про три кружки кофе в день и их влияние на молочные железы, я вот могу честно сказать, неправда. Ну, что? Неправда. Но, наверное, все-таки неблаготворно это влияет. Мы сегодня говорили про наш конкурс «Красоты снежная королева». Я думаю, что наши участницы также не выпивают более чем три чашки кофе, во всяком случае, никак на внешности у них это не отражается. Ну, а я напоминаю, что вам уже можно дозваниваться к нам в игру «Нью Дэй Геймс», но прямо сейчас мы посмотрим на прекрасных участниц конкурса «Снежная королева». Вот и позади остался отборочный этап конкурса «Снежная королева». В этот раз жюри из числа редакции телеканала «Актиз» и партнеров проекта выбирали девушек онлайн по тем анкетам и фото, которые потенциальные конкурсантки прислали. Комиссия решила остановиться на шести претендентках. Постарались отобрать девушек разных профессий, типажей и с разным опытом участия в конкурсах. Так, участницами конкурса «Снежная королева» в программе «Новый день» стали Анастасия Серегина, 24 года, повар, Анна Черных, 22 года, студентка, Мария Разумова, 37 лет, банковский работник, Мария Симонова, 39 лет, специалист по страхованию, Рината Линенко, 25 лет, мама в декрете, Яна Мороз, 29 лет, оператор строительной фирмы. Накануне в съемочном павильоне программы «Новый день» состоялась встреча участниц и партнеров конкурса. Преподаватель дефиле Ирина Гольчик, шеф-повар Ядгор Якубов и фотограф Наталья Мальцева знакомились со своими будущими подопечными. В конкурсе девушкам предстоит морозная фотосессия на улице, постановка модельного шага и танца, а также приготовление блюд. Все эти этапы будет судить строгое жюри. И по окончанию каждого выставят баллы, из которых преимущественно и будет складываться победа. 23 число всех устроят? До 23 числа, за день, соответственно, 22-го вам нужно приготовить, это все подснять, необязательно весь процесс. На финале девчонки представят творческие визитные карточки, а также предстанут в костюмах сказочных зимних героинь из мультиков. Вдруг у кого-то уже есть костюм Эльзы, ага, я буду Эльзы, хитренько, а остальные думают, что хотите. И кому-то под образ больше Эльза подходит. Но это так неинтересно. 30 декабря в эфире программы «Новый день» наши телезрители и подписчики социальных сетей узнают, кто же все-таки стал победительницей этого волшебного новогоднего конкурса. Яна Попова, Дмитрий Новопашин, «Новый день». Это программа «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. И сейчас настало время немножечко с вами поиграть. Но для начала расскажем, какие же вы призы получите. Это будут очень классные призы. Во всяком случае, я всегда радуюсь, вот если они у меня есть. Это билеты в кино. Наш спонсор – это кинотеатр «Мега Синема». Поэтому обязательно звоните, играйте с нами. И вот Женю выигрывайте. Да, самое главное – выигрывайте. А мы вам немножечко поможем. Женя уже готов? Женя с радостью бы сам сыграл и выиграл билетики. Но, к сожалению, это только в следующий вторник, когда я не приеду, буду дозваниваться. Хотя вы же сбросите, я же вас знаю. Ну, мы на твой номер уже заблокировали заранее. Отказать. Друзья, про звонки. Нам уже есть человек, который дозвонился к нам в студию. Здравствуйте. Если вы нас слышите, поздоровайтесь с нами. Пожелайте доброго утра. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Анна. Анна, у нас, в принципе, Иван всегда не просто так здоровается. Он сразу говорит, что должен сделать оппонент. Поэтому сейчас, как вас уже научил Иван, вы должны пожелать нам доброго утра, хорошего дня, сказать, что мы самая любимая ваша программа. Тогда у вас будет небольшой задел в игре New Day Games. А я вам небольшой совет дам, если вы скажете, что ваш любимый ведущий это Евгений Зимний. Доброе утро. Хорошего вам дня. Вы выиграете 4 билета. Самая любимая наша передача утренняя. Все, спасибо, вы победили. Но на самом деле наша игра честная, и мы с вами сейчас абсолютно честно сыграем. У вас будет три вопроса, на которые вам нужно ответить правильно. Если вы справляетесь, вы получаете подарок. Вот. Задача следующая. Мы покажем вам часть от знаменитости. Ну, там может быть глаз отдельно, рот. И вам нужно попробовать угадать, кто же это на экране. И первая часть... Это Меладзе? Ух ты! Анна, мне кажется, У нас уже была вторая часть этой картинки, но вы прям по бороде отгадали сразу. За секунду отгадали. Поздравляем. Анна, давайте дальше. Анна, у вас есть любимая композиция у Меладзе? Тогда он... Нет, наверное. Ну, и ничего страшного. Самбо белого... Ваня спорит. Самбо белого мотылька. Мужика. Мужика. Продолжим. Первый балл у вас в шопилке, вторая знаменитость. Здесь сложнее. О, да. Чьи-то губы с розовой помадой. Эти губы похожи на миллион женских улыбок. Если вам сейчас сложно, вы можете попросить подсказку, я вам покажу вторую часть этой знаменитости. Подсказываю здесь я. Давайте вторую. Вот так. Добавили нос. Ноченый носик. Чей же это? Давайте, я за вас болею. Я знаю, что вы гадаете. И это... Кристина Арбакайте. Не слушайте Ивана. Анна, у вас осталось две секунды. Попробуйте предположить, кто это. Ну, хоть песню подскажите. На отмашь, бросьте в нас любую знаменитость. Ну, даже предположений нет. Давайте так, это российская знаменитость или иностранная? Лену не слушайте. Ну, смотри, российская. Она сейчас не советует вам. Российская, правильно. Просто попробуйте предположить. Да. Умоляем вас, иначе мы вам покажем уже ответ. Слушайте, а давайте шанс заднем другим еще. Брежнева нет. Брежнева, ну, конечно же, это Валерия. Нет, конечно же нет. Анна, к сожалению, к сожалению, сегодня. Спасибо вам большое. Анна, что вы нам позвонили. Анна, спасибо. Анна, видать, уже отключилась и немножко обиделась из-за того, что ей не получилось угадать. Ну, а, ребят, пока у нас следующий звонок, давайте я попробую вам показать одну знаменитость. Какая же сложная будет картина. Чьи глаза? О, это же Майданов. Майданов. Так, Лена, для тебя я показываю еще одну часть. О, да как же этот? Ну, Дима Билан. Нет. Че нет-то? Нет, это не вот. Это... У него... У него такая фамилия, как будто бы это приправа. Приправа? Пирчил. Чай вдвоем. Да не, Пирчил. Давайте я покажу вам. Это Ираклия, Пирсхалава. Пирсхалава. Да, помните? Я была у него на концерте даже. Давно это было. Там даже девушка с флагом Грузии сидела от горчанка. Какая у него была самая популяризная? Вова Чума, конечно. Ну, у нас есть еще дозвонившийся человек, который хочет выиграть билеты в кино. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Доброе утро. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Виктория. Виктория, здравствуйте. Чуть-чуть звук телевизора убавьте, пожалуйста, то мы себя слышим тут же прямо в студии. Чего считают? Тут же прямо в студии. Хорошо. У нас как будто бы шизофрения. Мы разговариваем с вами, слышим сами себя. Сейчас первую знаменитость мы попробуем разгадать. И для начала вот такая татуировка лишь у вас будет в эпицентре внимания. Как вы думаете, кому она принадлежит? Потише, пожалуйста, телевизор еще. А можно подсказочку? Можно. Еще одну, давай. Вот так. Ух ты, это же... Это... Ой, я кажется, догадалась. Это девушка, которая сейчас... Можно сказать, что присутствует в нашей студии. Если вы смотрели нашу передачу, у нас две таких. Слева и справа стоят. А-а-а. Вальдин, только... Ну и вообще, в принципе, это один из символов Нового года. Подумайте, какой символ Нового года и как вот он коррелируется со знаменитостью. И завтра в 7.22 я буду в Борисове. Лена, не пой. Не подсказывай, Лена. Я так плохо пою. Так, так. Как же ее зовут? Ну давайте, Новый год у нас. Что на Новый год? Что у нас? Главный атрибут стола. Раз, два, три. Это была Ёлка. Ёлка. Смела, Виктория, на последних секундах попасть в правильную следующую знаменитость. Чья рука? Кого угодно рука. Еще подсказочку, Виктория. По ноготочку можно узнать. Продолжим. Давай. Это женщина, что ли? Нет. Это женский нос. Попробуйте прикладывать. Ну, сложновато, конечно, будет. Попробуйте предположить, потому что либо пан, либо пропал. Что-то нужно отвечать. Три, два, один. Это... О, Господи. Стас Пьеха. Я думала, мне везде все такое умерещало. Я думал, это Эдита. Эдита? Нет, ну... Да, это Стас Пьеха, певец. К сожалению, Виктория сегодня не получилась. Женя постарался, мне кажется, за весь год. Вопрос, сложная игра у нас сегодня. Виктория, спасибо, что позвонили нам. Хорошего вам дня. В следующий раз вам обязательно повезет. И если что, не забудьте наш телефон сохранить. Хорошего дня. В следующий вторник также в 8.30. Мы ждем вашего звоночка. Ну, а пока, ребята... А пока Женя поет песню Стаса Пьехи, любую, за то, что он придумал такую сложную акцентологию. Давай я про лучше Эдиты спою. Давай, Эдиты. Давай. Про соседа? Давай. Жил-добыл. Нет, это не сосед. Слушай, ну, действительно, игра очень серьезная, очень сложная. Я сам здесь сидел и смотрел, и не угадывал. Я думала, ты женщина. Говорю, мне везде мерещится Анна Седокова. К чему бы это, я не знаю. На самом деле, это редактор нашей программы Ияна Павловна. Она говорит, что вопросы должны быть очень сложные, потому что наши зрители очень талантливые. Они все знают и разгадают легко любую знаменитость. Поэтому сейчас мы попробуем еще одну знаменитость отгадать. Ребята, пока у нас разваниваются наши телезрители, мы с вами сыграем. Кто это, Ваня? Ты так изящно завалировал рут или что-то там? Я мастер-конспирировал бородку. Ваня, я мастер фотошопа. Это, между прочим... Это Брита Стас Михайлов. Это знаменитые фотошопные курсы в Мигете я закончил. Мигетская фотошопная школа. На птицефабрике причем, по-моему. Где-то там. Ну что, Ваня? Подсказку надо. Это сложно же. Тогда подсказка будет для Лены. Вообще прям подсказка-подсказка. Лена, ну посмотри, какая шляпа. Это кипка. Я про конкурс. Тимоти, Ваня... Есть еще глаза, может быть, покажешь? Ну давай, Ваня, я тебе быстро подсказываю, ты отгадываешь. Да. А, Дима Билан. Молодец. Я угадал, я угадал. Тоже его, кстати, называл. А у нас есть еще один звонок, насколько я знаю. Все-таки, может быть, кто-то угадает, наконец-то, кто там вот за этими темными полосками прячется. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Александра. Александра, очень приятно. Я Лена, это Ваня, это Женя. Вы готовы с нами поиграть? Да. Давайте. Александра, сразу перейдем к делу. Несколько элементов от следующей знаменитости вы сейчас видите на экране. Если сразу вы не можете отгадать, кто это, то говорите подсказку. Ну, и я вам без проблем ее отгружаю. Подсказку. Ох ты, у меня вот теперь все понятно. Это женщина кофе не пьет. Это вот просто в тему того, что, да, того, о чем мы разговаривали, про три чашки кофе. Я узнал ее. Я тоже узнал. По-единственному, по глазам узнал я эту женщину. Да. Такие большие глаза. Анна Семенович. У нее выдающаяся карьера. Да, конечно. Это Анна Семенович. Первый балл в вашем активе. Продолжим. Кто это? Ой, я узнал ее. Ребята, это не вы играете. Сергей Зверев? Совершенно верно. Да, вам даже не понадобилась вторая подсказка. Кстати, наш с вами земляк. Он родился в Култуке. И вот сейчас периодически приезжает на родину. И даже очень болеет за то, чтобы Байкал наш был чистым. Ну и третий финальный вопрос. Отгадывайте. Подарок ваш. Не отгадывайте. Наши обнимашки виртуальные ваши. Кто это? Господи. Как это ужасно выглядит. Подсказку, Александра? А здесь еще можно подсказку? Да, вот так. О боженьки. Как будто бы она в очках. Если бы я мог. Она как будто в солярии собралась. Давайте я небольшую подсказку от себя дам вам. Вот есть исполнители, которые поют русские народные песни. И вот это не Бабкина. Широка река. Нет? Попробуйте. Кабышева. Ну конечно, все верно. Какую поздравляем. Александра скоро пойдет в кино. Мы вас поздравляем. Выиграли билеты от нашего партнера, нашего конкурса. Это кинотеатр Мега Синема. Александра, вы уже выбрали фильм, на который хотите сходить? Нет, еще не выбрала. Ну у вас будет время. Александр, большое спасибо вам за игру. А New Day Games у нас на этом завершается. Женя, большое тебе спасибо за то, что заставил нас поломать голову, повспоминать всех наших российских знаменитостей. А сейчас гороскоп Даня Недельский. Все, внимание на экран. Гороскоп на 15 декабря. Овен. Подходящий день для отдыха, приятного времяпровождения, разнообразных развлечений. Вы найдете массу поводов повеселиться. Телец. Многим представителям знака придется приложить усилия, чтобы преодолеть трудности и достичь поставленных целей. Близнецы. Придется потрудиться, чтобы справиться с рабочими проблемами. В этот день они многочисленны и разнообразны. Рак. Хорошее время для того, чтобы решить многие задачи и достичь каких-то давно поставленных целей. Лев. Запоминающийся день. В вашей жизни могут произойти события, которых вы совершенно не ожидали. Дева. Удачный период. Особенно хорошо сложится первая его половина. На это время можно планировать деловые встречи и переговоры. Весы. День, отлично подходящий для решения накопившихся проблем. Перед вами он откроет интересные возможности. Скорпион. Отличный период, чтобы закончить ранее начатые дела, проанализировать ошибки и вознаградить себя за приложенные усилия. Стрелец. Первую половину дня стоит провести спокойно. Если дела можно отложить или перепоручить кому-то другому, поступите именно так. Козирог. Не теряйте уверенности в себе. У вас все получится, даже если поначалу будут возникать какие-то сомнения. Водолей. В этот день можно успеть сделать многое, провести несколько встреч, договориться об осуществлении совместных проектов. Рыбы. Сколь бы грандиозные цели вы не ставили перед собой, шансы достичь их высоки. И не стоит откладывать решительные действия. С дикого морского брега прилетела к вам сюда повелительница снега. Повелительница льда. Нет на белом свете девы, вы запомните одно. Краши снежной королевы не найдете никого. Программа «Новый день» объявляет телевизионный конкурс красоты «Снежная королева», участие в котором могут принять девушки от 20 до 40 лет из Ангарска и других городов Иркутской области. Пять финалисток, которые будут отобраны по результатам кастинга, посоревнуются в умении готовить и танцевать, а на финале предстанут в образах сказочных принцесс. Награждение победительниц состоится под Новый год в телекомпании «Актис». Анкету участницы можно скачать на сайте actistv.ru. Подробности на странице программы «Новый день» в Инстаграм. Генеральный спонсор конкурса – сеть фирменных магазинов «Ямагучи». Спонсор конкурса – ювелирная фирма «Изумруд» и галерея высокой парфюмерии. Моностудия эстетики «Сатори», 29-й микрорайон, дом 28. Официальный партнер проекта – страховая компания «Колымская». В эфире рубрика «Акцентология» и сегодня мы узнаем значение вот этих интересных шести слов. Я ребятам предлагаю и вам тоже присоединиться, проверить свои знания. Есть варианты ответов, вам их видно хорошо? Да, конечно. И есть слова, поэтому давайте попытаемся угадать, что же такое габион. Спасибо, что ударение проставляешь за нас, потому что мы бы явно ошиблись, потому что впервые я большую часть этих слов вижу. Габион. Давай я их зачитаю, да? То есть это след позади судна. Это громче, громче, еще громче. Палочки для еды – это часть корпуса музыкальных инструментов. Это сетка из проволоки. Или это же… Карканье? Да. А что такое карканье? Это карканье. Для меня, допустим, вот по-другому, я забыла, допустим, слово «карканье-край», для меня тут также будет два незнакомых слова. Это «карканье». Это «карканье», а не «карканье». А я подумал, «карканье» – это какое-то французское слово. Нет, это же «карканье». «Карканье». Потому что вы не правы. «Габион» – это такая оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями. Представляете, да? То есть там камушки. Слишком красивое название для сетки из проволоки. Да, я пытался найти какую-то логику. Логики нет. Так, «кильватер». Что же это? «Кильватер». Ну вот это, я думаю, как раз след позади судна. Потому что, ну знаешь, какой-то вот «кильватер» – это название морское, на мой взгляд. И вот… «Киль», да? «Киль» и «ватер» же еще есть. «Ватер» – «ватер» – «линия». Ну «ватер» и «кватор». То есть это все как-то связано с географией, с морем, со всем этим. Семь футов под «килем». Поэтому это след позади судна «кильватер». И здесь вы абсолютно правы. Я дам полную расшифровку. Слово «кильватер» – это видимый след, остающийся позади движущегося судна. Вот как раз-таки по линии «киля». То есть это вот… Помните, может быть, в фильме «Титаник»? Вот он плывет и сзади там такая борозда. Да, конечно. Дальше. Что значит «крещендо». Что же такое «крещендо»? А вот смотри, у нас палочки для еды. Это китайские палочки? Вот эти японские палочки. Они про них мы разговариваем. А какие еще бывают палочки для еды? Ну вот я и хотел узнать, вдруг у тебя там какие-то есть африканские палки. У меня нет. Тогда я думаю, что «крещендо» – это вот эти палочки. Да. «Крещендо». «Крещендо» – это… Покажу вам. «Крещендо». Это часть корпуса музыкального инструмента. Близко, но нет. Это на самом деле «крещендо» – это вот так. Громче, громче, громче. Да, это все громче с постепенным нарастанием силы звука. То есть вот когда вы, например, вот я играла на фортепиано, и там всегда были вот форты, ну громко, пьяно, тихо. «Крещендо» – это вот громче, 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 громче. «Крещендо» – это вот громче, 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 громче. Пьяно, типа. У нас по-другому бывает на моем райончике. Так, следующее слово «хасси». «Касси». Ну вот «хасси» как раз-таки я предположил, что это палочки для еды. А я думаю, что «хасси» – это «карканье». А в чём логика? Ну... Хар-кар, хаси-хаси. Хаси-хаси-хаси-хаси-хаси-хаси. Хаси-хаси-хаси. А это японские вороны? Хаси-хаси. Ну, японское больше на что-нибудь... Ну, в смысле слова, похоже на японское что-то. Хаси-хаси. То есть дай палочки мне. Ты зачем меня переубеждаешь? Голосуй как хочешь. Всё, я-то уже сделаю. У тебя карканье, да? Да, я вот голосую так. Всё равно же мой голос ни на что не повлияет. Так, где они у нас тут? У нас тут, действительно, это всё правильно. Вот то, что Ваня изображал, это действительно деревянные костяны или пластмассовые палочки для еды. Кстати, часть сегодня одноразовое использование. А теперь вот скажите, кто их оставляет дома? Ну, вот когда покушали роллы, остаются дома. А я нет. В билдом ложкам складывается. Я нет. Я их обычно, да. Ты выбрасываешь? Ну, конечно. Я просто регулярно заказываю, поэтому у меня нет с этим проблем. А мне наборы подарили. У меня такие специальные деревянные палочки, они тоже не одноразы. Ну, осталось два. Да, вот грай и обечайка. Давайте попробуем. Обечайка. Вот грай. Грай – это карканье. Ага. Как ты так выбрал сразу же? А обечайка осталась у нас тогда, получается? Обечайки. Обечайка. Это часть корпуса музыкальных инструментов. Действительно, это грай, вот это карканье, ворон. Птичий грай, вороний грай. Это была рубрика «Акцентология». Мы выучили сегодня шесть слов. То есть теперь, когда видим вороны, мы можем вполне себе сказать, какой громкий грай. Да, ребят? Грай, грай, грай. Грай, грай. Крещенду, крещенду, крещенду. Спасибо, что вы были с нами в этот прямой эфир. Хорошего вам дня. Всем удачи, всем пока. Пока, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»